Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давно мы с вами не встречались на YouTube-канале. Если честно, много работы происходит поза YouTube-каналом, но те, кто следят за мной в Instagram, знают, что там я очень сильно активна, поэтому если у вас есть возможность, то подпишитесь на мой Instagram-канал, и там вы будете узнавать очень много полезной информации и, как говорится, набежонцев. Что касается сегодняшнего дня, хотела бы с вами поговорить по поводу налоговых деклараций. Одно время я записывала такое видео, рассказывала, что это да как-то, но прошло очень много времени, поэтому пора обновить данные. Давайте сегодня поговорим, что такое вообще ПИТ-11, ПИТ-37, а также и ФТ-1, и почему, кому, что выдают. Все, кто работал на территории Польши в 2022 году, легально будут рассчитывать ПИТ-37 на основании ПИТ-11. ПИТ-11 должен был вам выдать работодатель с 1 февраля по конец февраля, то есть до вчерашнего дня. Если же вам работодатель не выдал ПИТ-11, единственным вариантом, как вам проверить, есть ли у вас эта налоговая декларация или нет, нужно будет зайти на сайт податки.gov.pl и при помощи электронной подписи, либо же при помощи вашего банка, зайти на этот сайт и проверить, не выставила ли вам работодатель ПИТ-11, а также помнить о том, что есть еще такая декларация, которая называется ПИТ-11а. ПИТ-11а выставляется налоговая декларация с ЗУСом, то есть она выдается тогда, когда вы в 2022 году были, например, по болезни, либо же получали пособие с ЗУСа, например, выплаты материнские. Поэтому такие декларации нужно учитывать в одном ПИТ-37. Мы не разделяем ПИТ-11, то есть если вы получили 3 ПИТ-11, вы должны рассчитать все вместе в одной декларации ПИТ-37. Все это очень просто, это делается через сайт e-pity.pl, либо же через податки.gov.pl. Наверное, многие из вас зададутся вопросом, а зачем вообще это все рассчитывать, если ужин скорбовый давным-давно все сам рассчитывает, не надо никуда идти, не надо ничем заниматься. Давайте я вам напомню одну только маленькую такую деталь о том, что да, ужин скорбовый рассчитывает налоговой декларацией ПИТ-37, но за все ошибки, которые они там совершат, несем ответственность мы. Ну и, конечно же, если вы хотите подавать через 5 лет на карту резидента Евросоюза, то налоговая декларация ПИТ-37, либо же ПИТ-36 очень будет важна для того, чтобы вы могли подать документы на карту резидента. В связи с новыми поправками с 2021 года вы также имеете право включать в налоговую декларацию ПИТ-37 своих супругов. То есть, если они проживали с вами на территории Польши в 2022 году, но, например, не работали, вы также имеете право их туда, как бы в декларацию внести. В связи с этим у вас немножко увеличится ваш возврат, а также те люди, которые не работают, но живут более 5 лет на территории Польши, у них есть последние 3 ПИТ-37, также смогут подать на карту резидента, но об этом не в этом видео. Также, если у вас есть дети до 18 лет, вы имеете право их внести в декларацию ПИТ-37. Формируется отдельный вид декларации, называется он ПИТ-О. Не путайте, пожалуйста, с ПИТ-0. ПИТ-0 он для студентов до 26 лет. Все мы прекрасно знаем, что студенты, которые находятся на территории Польши, учатся здесь, либо же не учатся, но им до 26 лет, налоги за них работодатель не платит, поэтому у таких людей, возможно, возврата даже и не быть. Если же у вас дети до 18 лет, которые находятся с вами здесь на территории Польши, либо же за границей, вы можете их внести в свою декларацию. Также детей до 26 лет, если они находятся за границей, либо здесь с вами на территории Польши, но находятся на вашем содержании, а также являются студентами и не зарабатывают больше, чем 16 тысяч. Точную сумму я вам укажу здесь на этом видео. Также напомню вам, что в ПИТ-37 можно воспользоваться очень большим количеством разных льгот. Я уже в некоторых видео даже рассказывал вам. Самое популярное, это, конечно же, льгота на детей. Дальше это для семей 4+, то есть если у вас более 4 детей льготы, вы также не платите определенные подоходные налоги, и возврат у вас будет намного больше. Это также льгота на возврат, то есть это у тех, у кого есть карта поляка. Это льгота на доезд, это льгота, например, на реабилитации, то есть для детей, либо же людей, которые находятся у налогоплательщика на содержании, но имеют степень инвалидности. Также это, например, льготы на интернет. Если у вас есть контракт на интернет, без разницы, телефон, либо же домашний интернет, вы имеете право вернуть не больше, чем 760 салотых во льготах. Об этом я вам тоже когда-то рассказывала, оставлю видео, вы также сможете его посмотреть в более деталях. Такие понятия, как алименты, 500+, 40+, 300, единоразовые, то такие суммы пособия не указываются в ПИТ-37. Напомню вам, что ПИТ-37 нужно рассчитать будет с 15 февраля по 2 мая 2023 года. Если же вы не рассчитали ПИТ-37 за предыдущие года, обязательно это сделайте в виде корректировки. То есть вам нужно будет зазнать просто корректа. И за предыдущие 5 лет вы имеете право сделать любую из этих корректировок. Только помните о том, что если у вас сумма была, например, выдана больше, а когда вы сделаете корректировку и возврат налога у вас будет меньше, вам придется доплатить ужин скорбовый и вернуть часть денег. Если вы этого не сделаете, то будет капать пеня, и вы будете являться должником налоговым на территории Польши. А это никому не нужно, особенно если вы собираетесь подаваться на новую карту, карту резидента, либо же вообще менять гражданство на польское. Если же в том году, в 2022 году, у вас была, например, умова у праца, либо умова злицения, а потом вы открыли, например, деятельность ИП, то помните о том, что если у вас была деятельность на угольных засадах, вы доходы с работы, а также доходы с вашей деятельности рассчитываете в одной декларации, которая называется ПИТ-36. Об этой информации вы можете узнать у своего бухгалтера, поэтому не спешите разделять эти декларации, а уточните у своего бухгалтера, нужно ли вам подавать общий ПИТ-37. Если же у вас ИП с налогобложением таким понятием, как РИЧЛ, тогда вы рассчитываете ПИТ-28. Напомню вам, что льготой на ребенка не могут воспользоваться супружеские пары, у которых является доход больше, чем 112 тысяч злотых. Если у вас будет надплата в ПИТ-37, то вы можете вернуть это как на польский банковский счет, так и на заграничный, указав там ИПА и SWIFT. Что указать супруге супругу, если они в 2022 году не работали? Просто когда вы рассчитываете совместную декларацию, вы указываете у неработающего супруга супруги, ставите ноль и все, и продолжаете дальше рассчитывать свой ПИТ-37. Если же вы находитесь на территории Польши сами, вы в разводе, либо же отец, либо мать лишены родительских прав, то вы имеете право подать декларацию, как самотная матка, выховывается дети, либо там самотная податник, да, который воспитывает сам ребенка, то тогда ваш возврат будет немного больше. Если ваша заработная плата за декабрь месяц была выплачена в январе, то помните о том, что если вы только начали, приступили работать в декабре 2022 году, но получили заработную плату в январе 2023 года, то ПИТ вам тогда тоже никто не даст. Данная заработная плата будет включена в следующую налоговую декларацию, которую вы будете рассчитывать в 2024 году за 2023 год. Что такое EFT-1 и EFT-1R? Это налоговая декларация для нерезидентов Польши. Кто является нерезидентом Польши? Это те иностранцы, те люди, которые находятся на территории Польши меньше 183 дней в календарном году, а также не написали заявление о том, что центр их жизненных интересов является Польшей. Чаще всего, когда вы меняете нескольких работодателей в одном отчетном году, то многие работодатели даже могут и не знать, являетесь ли вы налоговым резидентом или же нет. Если вы проживали целый 22-й год, либо же больше 183 дней в отчетном году, то вы имеете право попросить у работодателя изменить вашу налоговую декларацию EFT-1 на ПИТ-11 и после этого рассчитать ПИТ-37. К сожалению, налоговую декларацию EFT-1 либо EFT-1-R рассчитать на территории Польши нельзя. Это налоговая декларация, которая подается в вашей стране, хотя и там тоже являются проблемы. Вне зависимости, на каком договоре вы работали, то ли это будет умова с лицением, умова опрация, умова отдела, с каждого такого договора вы должны получить ПИТ-11 либо EFT-1 в зависимости, да, налоговый вы резидент или нет, если вы работали легально. То есть, если вы работали нелегально, то работодатель вам не даст а не ПИТ-11, а не EFT-1. Если же так получилось, что, например, вы работали легально, вы знаете об этом 100%, потому что платились взносы в ЗУС, также налоги в Ужин Скорбовый, вам приходила заработная плата на банковскую карточку, но работодатель, допустим, закрыл свою фирму, обанкротился, то вы имеете право подать заявление в налоговую, указав там все свои доходы за 2022 год и рассчитать на этом основании ПИТ-37. Какое заявление написать, я вам оставлю в описании, поэтому ищите его под этим видео. Ну а если у вас остались вопросы по поводу налоговой декларации ПИТ-11, ПИТ-37 либо EFT-1, то задавайте их в комментариях, я обязательно на них постараюсь ответить. Если же на одну тему каких-то будут очень много вопросов, то постараюсь записать для вас еще одно видео. Ну а если вы хотите посмотреть инструкцию, как подать налоговую декларацию ПИТ-37 через податки.gov.pl, то обязательно посетите мой инстаграм-канал, там как раз недавно я об этом выставляла информацию. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok